СВЯТИЛЬ ЛУКА В условиях свободы мы стали изучать новейшую историю русской православной царкви в 20 веке. К сожалению, эта история трагична, и огромное количество новомучеников и исповедников явлено в результате кропотливой работы, которая осуществляется в Синодальной комиссии по канонизации святых. Почитание святых всегда было значимым в церкви. И наш народ очень любил читать жития святых, находя в житии святых примеры для подражания. Но одно дело – читать жития святых и подвижника веры и благочестия, которые прославились в первые века христианства. И другое дело – читать о подвигах исповедничества и мученичества наших современников, которые жили в 20 веке. И вот среди этих подвижников 20 века особое место, я думаю, занимает святитель Лука. Мне неоднократно приходилось бывать в Тамбове, в госпитале, где работал архиепископ Лука, занимая Тамбовскую кафедру. Там создан музей, посвященный его имени. И в предпоследний раз, когда я посещал Тамбов, перед зданием госпиталя, перед зданием больницы, мы открыли бюст святителя Луки. Так что память о нем сохраняется в Тамбове, как о выдающемся хирурге, который спасал жизнь многих раненых. И его работа о гнойной хирургии, она заслужила в то время государственное признание и получил оценку в Сталинской премии. Но святитель Лука не только врач, не только выдающийся хирург, не только человек науки, но и архипастор, и исповедник. Он провел и ссылку, и когда началась война, просил, чтобы его освободили, чтобы он мог принести пользу Родине, спасая раненых, ранения которых загнивали. И он, как специалист в нойной хирургии, спасал очень-очень многих. Он обещал, что после войны он готов снова вернуться обратно в ссылку, отбывая наказание. Он был Тамбовским епископом, совершая богослужения. И тамбовчане до сих пор вспоминают его проникновенные службы. И вместе с тем проводил операции, никогда не снимая панагию. И совершая операции, свидетельствуя о том, что он является архипасторем. Последняя его кафедра была Симферопольская, где он и скончался, будучи уже слепым, старцем. Он оставил богатое духовное наследие в своих трудах, которые до сих пор не потеряли своей актуальности. И он был причислен к лику святых как исповедник, как человек, который в тяжелейшие годы репрессий, гонений пронес исповедничество за веру, потерпел, был выслан, но сохранил свое архиерейское служение, свое служение Церкви Христовой до конца своих дней. И когда он был причислен к лику святых за подвиг своей жизни, в том числе и за исповедничество, он является ныне молитвенником за нас пред Богом, он, почитая, к его святым мощам прибегают люди, верующие, прося его и исцеления, и благодатной помощи на своем жизненном пути. И вот кровью мучеников, исповедничеством святых подвижников веры и богочестия, мы верим, утверждается Церковь Христова, и то духовное возрождение, свидетелями которого мы являемся, оно утверждается кровью мучеников и исповедничеством многих подвижников веры и богочестия, в числе которых особое место занимает святитель Лука Война Есенецкий. Ну, как в книге «Экклезиаст» сказано, время разрушать и время созидать, время разбрасывать камни и время собирать камни. И слава Богу, что нам Господь судил жить тогда, когда мы созидаем, когда мы собираем бездумно разбросанные камни. Дай Бог, чтобы это собирание камней продолжалось бы, и все больше и больше бы людей осознавало бы, что без веры в Бога нельзя жить, что нужно возвращаться к святому православию, в котором жил, укреплялся наш многострадальный народ в течение своей тысячелетней истории. В этом его будущее. Но мы с особым чувством всегда относимся к земле Крыма, потому что она обильно полита кровью наших российских и русских солдат, которые защищали пределы нашего Отечества, которые проливали свою кровь, показывали беспримерный подвиг наши моряки, защищая землю. И в годы Великой Отечественной войны сколько было пролито крови наших солдат и жителей Крыма, которые защищали нашу землю от иноверных захватчиков. И я думаю, что молитвы святителя Уки помогут и сейчас преодолеть рознь мира сего и в единении и согласии строить будущее свое, своих детей и своего Отечества. Создавая фильм, посвященный его памяти, я думаю, мы тем самым отдаем долг его памяти и вместе с тем научаем, как нужно исповедовать свою веру, как нужно переносить испытания, как нужно нести свой крест и внесение нашего жизненного креста. Святитель Ука будет нашим помощником, когда мы будем обращаться к нему с верой, упованием и молитвой. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Милостью Божьей и трудами верующих восстанавливаются и строятся церкви, соборы, колокольни и часовни на земле всего христианского мира, ибо храм Божий есть подобие неба на земле. Открой и ты глаза свои и сердце свое, и обрати их к миру, и впусти образ его в душу свою, и восхитись прекрасной землей. Священная земля Тавриды, память о великих святых в именах церквей Крыма. Нам, христианам, надо строить дом жизни нашей на единственно надежном и верном основании, на учении и заповедях Господа нашего Иисуса Христа, Который Сам сказал о Себе «Я есть в нем путь и истина и жизнь». КОНЕЦ КОНЕЦ Святитель Лука, архиепископ, доктор медицины, профессор, богослов, автор 55 научных трудов. Подвигом своим святитель доказал, что все возможно верующему человеку. Ни в коем случае нельзя отделять облик архиепископа Луки от хирурга Война Ясенецкого. Только двуединная биография сможет отразить подлинное лицо и душу хирурга-епископа. Рясу с меня можно снять только с кожей. КОНЕЦ 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 Сегодня особой радостью искрится наша душа и особой теплотой согревается сердце. Православная Церковь с великим благоговением обретает мощи угодника Божия. Предстателя престола Пресвятой Троицы, профессора медицины, ученого, архипастыря, архиепископа Луки Война Ясенецкого, причисленного решением Священного Синода Украинской Православной Церкви лику святых в земле Крымской Просеявши. Первые на Крымской земле, которая ранее остальных славянских стран приняла благое Иго Христово, который принял Святое Крещение великий равноапостольный князь Владимир, где трудился и обретался бесчисленный сон святых, происходит событие исключительной важности. Сам святитель не воспринимал свою жизнь как подвиг, но явил пример исповедничества. Сложное время проходила его жизнь. Много труда, много сил положил он на Ниве Христовой, не оставляя своей врачебной практики, которую рассматривал как продолжение пастырской деятельности, разумея в недугах телесных духовную первопричину. Неспокойное и многотрудное время явлен наш заступник. Человек, народ, вступивший на путь греха, не может свернуть с него без покаяния, без помощи свыше, которую обретаем сегодня чудесным образом по слову Писания. И раб мой, Ивол, помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас. Ивова, 42-я глава, 78-й стих. Вот насколько велико ходатайство праведника, как значительно молитва его. Сегодня мы в молитвенном единении проследуем с телом святителя по городу от места его захоронения к месту, где его тело после прославления будет установлено навечно в Свято-Троицкий кафедральный собор города Симферополя, где приходилось служить, будучи на архипастерской кафедре, святителю. Крестный ход нам пусть будет духовным единением, единением в чувстве добра, справедливости, христианской любви. Пусть наш крестный ход будет началом очищения общественного, очищения ради созидания нового и духовного в нашей жизни. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христова, нисколько не было тяжело. И путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мной идет сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое это было бремя, но вспоминаю о нем, как о светлой радости, как о великой милости Божией, ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христова. В вере Христовой святитель Лука черпал силы для науки и проповеди. Когда посвящают священнослужители, то надевают крест, где высечены слова Евангелия. Будь образом верным, словом, жизнью, любовью, духом, верою чистою. Святитель Лука до конца дней своих сохранил живую, отзывчивую, обаятельную душу, нежно любящую людей. свободу, живую, снег, обаятельно нежно заболевая Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Паломников и нищих. Паломников и нищих. Паломников и нищих. Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». «Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». У меня буквально дрогнуло сердце, и я молча воскликнул, «О Господи, неужели у Тебя мало делателей?» «Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на небу свою». «Я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение ему». В 1903 году Валентин Феликсович закончил университет и начал оперировать в глазной клинике. Друзья и педагоги считали, что он должен заниматься научной работой. И его заявление, «Я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским мужицким врачом, помогать бедным людям» было неожиданным для всех. Началась война. И сразу же в составе медицинского отряда Красного Креста Валентин Феликсович поехал в Читу. Стал заведовать хирургическим отделением, стал проводить сложные операции раненым воинам русско-японской войны. Святитель Лука впервые в России успешно делал сложнейшие операции не только на почках, желудке, но и на сердце, мозге. Блестяще оперировал катаракту, возвращал слепым зрение. Сегодня это область микрохирургии. В Чите я женился на сестре милосердия Анне Васильевне Ланской, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли «святой сестрой». Она покорила меня не только своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. А потом менялись села, города Самарской, Курской губерний. И всюду слава хирурга и необыкновенного человека влекла к нему тысячи больных и страждущих. Он принимал всех бесплатно, никогда не разделяя людей на богатых и бедных, знатных и нищих. Подчеркивал, для хирурга не должно быть случая, а только живой, страдающий человек. Его интересовали вопросы общего наркоза и регионарной анестезии. В Москве Валентин Феликсович продолжал заниматься наукой. Работал неистово, изучил французский язык, прочитал более 500 работ на французском и немецком языках. В 1915 году вышла книга Война Ясенецкого «Регионарная анестезия», иллюстрированная самим автором. За этот труд он получил степень доктора медицины, а Варшавский университет удостоил Война Ясенецкого премии Хайнацкого. Впервые осознанно к имени Война Ясенецкого я подошел, находясь на курсах по проводниковой анестезии в Харькове. На одной из своих лекций профессор Пащук Анатолий Лянович сказал, Война Ясенецкий является отцом проводниковой анестезии в России. Конечно же, метод был изобретен несколько ранее, но к 1915 году Валентин Феликсович довел его до такого совершенства и был создан такой прочный фундамент, что метод продолжает развиваться и сегодня. Этот метод имеет огромные преимущества перед общим обезболиванием, когда врач вынужден выводить пациента из состояния сознания. Суть метода заключается в том, что игла шприца подводит лекарственный препарат к нервному стволу и наступает блокада нерва. Встречаясь со студентами Медицинского университета, я всегда стараюсь разжечь интерес к этому имени, потому что их знания, так же, как и мои студенческие годы, весьма скудны. Хирург, архиепископ, похоронен в Симферополе, написал книгу по гнойной хирургии, а как много стоит за именем и деятельностью святителя Луки. В Крымском Государственном Медицинском Университете освящено место под будущий храм-часовню имени святителя Луки. Каждый год в день рождения профессора медицины проводятся международные конференции. Почерки гнойной хирургии были и будут. Всегда востребованы студентами, хирургами, специалистами практически всех медицинских специальностей. Эта книга – это подвиг человека во имя человечества. После защиты докторской диссертации молодой врач Валентин Феликсович вернулся к практической хирургии. В Переславль-Залезской. В большой семье, три сына и дочка, постоянная проблема нехватки средств. Живут бедно. Но ни подарков, ни денег с больных не берет. По ночам занимался наукой, работал над новой книгой, очерки гнойной хирургии. Из-за болезни жены в 1918 году мы переехали в Ташкент. Там настигло меня тяжелое потрясение. Аня, моя жена, умерла 38 лет, и я остался с четырьмя детьми. Две ночи я сам читал над гробом псалтырь, стоя у ног покойной, в полном одиночестве. Господу Богу было ведомо, какой тернистый тяжелый путь ждет ее. Воспитание детей взяла на себя моя операционная сестра, Софья Сергеевна Вилецкая. В 1921 году страна, истерзанная войнами и революциями, гибла от голода и болезней. Множество священников и мирян было расстреляно, замучено в лагерях. Безбожие стало принципом политической лояльности. Торели иконы. Многие храмы были обречены на уничтожение. За период с 1918 по 1923 год из церквей и монастырей страны было изъято не менее 10 миллионов памятников истории и культуры, предметов церковного быта. Разрушены и осквернены тысячи национальных святынь. Стараниями воинствующих безбожников обители превращались в склады и осквернялись. Но самое страшное, были истреблены основные слои населения, носители культуры, морали. В 1920 году предложение епископа Иннокентия Ташкентского стать священником воспринял как Божий призыв, как высочайшую в мире почесть. В праздник Сретения Господня в 1921 году он был рукоположен в Иерее. Священник Войно-Ясенецкий в рясе и с крестом продолжал читать лекции на медицинском факультете университета и служил в церкви. Он пришел к мысли, что в это безнравственное время нужно лечить душу человека. Валентин Феликсович начал писать работу о духе, душе и теле. Святитель писал ее всю жизнь, твердо убежденный, что тело нужно и можно лечить только вместе с душой. В истории русского православного богословия написано мало книг, в которых рассматривался бы вопрос о взаимоотношении науки и веры. Любовь не может заключаться в себе самой, ибо основное свойство ее – потребность изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь. Тихим и радостным светом озаряется душа человека, всегда творящего дела любви и милосердия, когда коснется ее благодать Божия. Что же это, как недуховная энергия любви? Сердцем осуществляются высшие функции духа человеческого – вера в Бога и любовь к нему. С материальной точки зрения и эти пока еще не ведомые формы энергии должны быть особыми формами существования материи, писал в своей работе «Дух, душа, тело, святитель Лука». 31 мая 1923 года он принял тайный постриг в монашество с именем Луки, евангелиста и апостола. Святителя назначают епископом туркестанским. Через 10 дней последовал арест. Традиционный по тому времени набор обвинений в шпионаже, преднамеренном убийстве больных на операциях, тайного сговора врачей. На всех допросах требовали одного – отречься от веры. После тюремных унижений великого ученого признали виновным и отправили по этапу в ссылку. И первое, что сделал по прибытию святитель Лука, стал вести богослужения, а в больнице – лечить людей. Он не начинал ни одной операции без молитвы у иконы Божьей Матери. А на теле больного он сначала ставил йодом крест и только потом начинал операцию. Авторитет и независимость воина Ясенецкого раздражали начальство. Его выслали еще дальше – за 100 километров по льду Ангары в деревню Хайя. Вскоре еще севернее – на берег Ледовитого океана. Я почти реально ощущал, что со мной сам Господь, поддерживающий и укрепляющий меня. Не волнуйтесь, все хорошо. Господь отлично все устроил. Писал святитель своим детям. 23 апреля 1930 года я был вторично арестован. На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отречения от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Но ничто не могло сломить дух и веру в Бога святителя Луки. Он говорил, я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу. В 1937 году начался страшный для святой церкви период. Период власти Ежова, как начальника московского ГПУ. Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно. День и ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Откроем же широко сердца свои перед божественной правдой, но будем служить и правде земной, чем можем. Святитель Лука Субтитры создавал DimaTorzok Началась Великая Отечественная война. В 1943 году архиепископ Лука обратился в правительство с просьбой разрешить лечить раненых. Он был назначен консультантом в 150 госпиталей Красноярской и Тамбовской областей. Консультировал, проводил по 5-6 операций в день. После войны государство признало право церкви на существование, но дорогой ценой. Начался тотальный контроль за ее внутренней жизнью. Правительство разрешило избрание патриарха. Был созван поместный собор. Русская православная церковь продолжала осуществлять свою спасительную мечту. В 1946 году в Москве святителю Луке была вручена высшая награда Советского государства Сталинская премия первой степени за очерки гнойной хирургии и поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов. Моя слава – большое торжество для церкви. Святитель Лука Ван Весенецкий, архиепископ Крымский – удивительная личность. И как человек, и как великий угодник Божий, исповедник. Он умел соединить и объединить то, что служит благу физическому человека и что служит благу духовного человека. Я имел счастливую возможность в студенческие годы в Одессе, куда он часто приезжал к святейшему патриарху Алексею Покойному. Имел счастье с ним трижды и беседовать. И меня поразила та черта, которая является его украшением, кроме других его добродетелей черт. Это то, что рассказывает о своем исповедничестве, о лагерях, о выселках всякого рода. Он никогда не подчеркивал, а значит и не питал в душе какого-то кому-то неприязни или за что-то, какое-то озлубление, чтобы рассказывал. Всегда кончал свой очень интересный рассказ. Я думаю, что это великий святый прошлого века уже теперь. И он живет еще в памяти многих, кто его помнит, особенно в памяти церковной, которая причислила его к лику святых угодников Божьих. И с верою, что он, сделавшись столько добра в жизни людей, многое делает сегодня для нас на небе, вознося свои молитвы и о своем родном крае, где была его последняя кафедра, и о всех тех, кто к нему обращается, кто его помнит, кто его знает, кто читает о нем, принимает сердце близко его огромное поле деятельности, как врача духовного и физического. Свою премию высоко преосвященнейший Лука пожертвовал осиротевшим детям. Он лечил больных во славу Божию. В 1946 году святителя Луку перевели из Тамбова в Крым архиепископом Крымской епархии. Вскоре после приезда в Симферополь он сокрушенно заметил. Здесь давно забыли об обрядах венчания, отпевания и даже детей не крестят. От хирургии отлучают за архиерийский сан, не дают читать лекции. Хирургия моя угасает. Свою службу буду нести до конца. служение Богу, вся моя жизнь. Я благодарен Богу за то, что именно Владыка Лука, святитель наш, благословил меня служить Церкви Христовой. И вот я 42 года служу в Святой Церкви. И каждый раз, когда я молюсь, я вспоминаю моего первого наставника, моего молитвенника и защитника, который сподобил меня служить Церкви Христовой. Когда уже я был назначен в ЗУЮ, мне приходилось приезжать в Симферополь кафедральный собор и там видеть, как Владыка Лука молился. Он уже был больной, он плохо видел, но на каждую воскресную службу он приезжал, он приезжал и молился. И как только время доходило до милости мира и момента «Тебе поем!», Владыка Лука всегда с его глаз текли слезы. Это говорить о том, как усердно, как он духовно молился в этот важный момент. И потом уже рассказывали мне, что после этого, после службы, приходилось орлец, на котором стоял Владыка Лука, приходилось выносить во двор и просушивать. Я знаю, когда Владыка, святитель Лука, ежемесячно посылал помощь вдовам, бедным, бедствующим, страдающим, всем людям, которые в этом нуждались. Эта помощь была ежемесячная. Уже после того, когда Церковь признала его святым, Владыка, высокопревосвященничий Лазар, постановил, чтобы каждый день семинаристами школы Симферопольской и священниками с каждого прихода был прочитан Акафист Архиеписку Луке. И мне вспоминается, как однажды пришла очередь и до меня ехать читать Акафист Архиеписку Лука. Признаюсь честно, что без слез я не мог его читать. Это точно так и было. И вот у меня как раз в это время заболела, ну, болезнь была такая, которая называется треничный нерв. И приступ был. И я думал по дороге, как я буду читать Акафист, когда мне невозможно разговаривать даже. И после того, когда я поклонился мощам святителя Луки, вот, как бы моментально все это прошло. И я даже не стал замечать, что у меня нет боли никакой. И боль прошла. Эту боль снял наш святитель Лука. Я в этом убежден. 44 года я служу в Казанском соборе. И у меня душа наполняется радостью, когда я вспоминаю владыку святителя Луку. И больше всего меня трогает, когда я служу в пределе, который он устроил. И открываю антиминс, подписанный его рукой. Еще раз мое сердце наполняется любовью к нему. И моя вера укрепляется благодаря того, что в этом храме когда-то был, вступал сюда владыка Лука. Когда мне владыка святитель Лука направлял на приход, он подарил мне свою фотографию, перед которой я все время, сколько живу и служу Богу, молюсь перед ней. И каждый раз я получаю после этой молитвы душевную радость и утешение. И я благодарен Богу за то, что у меня есть такой великий святитель, святитель Лука, наш небесный покровитель. Я по направлению приехал в Крымскую епархию и пришел сразу в канцелярию к архиепископу Луке. Ну, секретарь меня встретил, выслушав, посмотрев мои документы и говорит, сейчас я доложу владыке, архиепископу Луки, он с вами встретится, переговорит, и он решит, как вам быть и куда вас назначить. Где-то минут через десять меня приглашает секретарь зайти к владыке в кабинет. Зайдя в кабинет, я увидел глубокого старчика, согнутого, тяжело сидевшего за столом. Мне предупредили заранее, что, говорит, владыка уже слепой, ничего не видит. Вот, я подошел к нему, взял благословение. Он так патически меня благословил. Пригласил меня сесть напротив и стал меня расспрашивать, кто я, откуда я, кто мои родители, вот, из верующей ли я семьи. Поговорив так, в присутствии секретаря епархии, он говорит, ну что, по-моему, говорит, хороший будет у нас священнослужитель нашей епархии. У нас, говорит, вакансная должность есть, такая, говорит, в Всехсвятской церкви в городе Симферополь. Там, говорит, два священника служат без дьякон, давайте, говорит, его туда и направим. Владыка Лука на прощание благословил меня отечески, сказал, иди с миром и служи. Ну и рассказывали и местные священники, да и местные прихожане рассказывали, что очень был Владыка Лука отзывчивый, кто бы к нему не обращался. Даже заболевший преподатель в институте его приглашали на лекции, и он приходил. Единственное, что не нравилось, как мне рассказывали, что он приходил в рясе, споноги, в клобоке читать лекции туда. Ректор или кто-то там предлагали ему приходить в гражданском, он говорит, нет, я, говорит, духовное лицо, буду ходить только в этом. Вот это, конечно, в то время нас очень поражало. Все-таки процветал тогда культ атеизма такой, что в священных одежах по городу ходить, и уполномоченные, да и все как-то нас говорили об этом, что мы не очень-то себя где-то проявляли, особенно в священнической одеже. Ну и Владыка Лука, несмотря на все это, был настоящим архиепископом, невзирая ни на что, ни на какие препоны. Ну и также я слышал отзывы такие, что если где-то какого-то священника притесняли власти, то Владыка смело вступал за него в защиту. Вот, сам обращался к властям и ходатасывал за этого священника. Первый указ 59-го года, в мае месяце, когда Владыка Лука мне подписал этот указ, он у меня так и сохранился, как реликвия. Его дрожащей рукой подпись была поставлена. Вот этот самый указ, который был выдан Владыкой Лукой 45 лет тому назад. КОНЕЦ Время прошло много. Я был священник, а это архиерей. Он был хороший человек. Хороший. Хороший и добрый. Настоящий верующий был. По вере служил. Как верующий служил, так и он. По вере. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Сердце замирает, когда подходишь к раке великого угодника Божия. Сколько добрых дел этот человек сотворил. Сколько раз он в своей жизни обращался у истоков наших крымских святых к Богу. Сколько просил у Бога милости, прощения за тот люд, который проживает на этой благодатной земле. И я сейчас стою у раки святителя архиепископа Луки и прошу, чтобы Господь через его святые молитвы благословил нашу прекрасную землю, прекрасный Крым, чтобы он сохранил этот святой полуостров в мире и согласие. С момента назначения моего на эту прекрасную кафедру, Симферопольскую и Крымскую, я благодарен за это, его блаженство и Священному Синоду, я сразу стал изучать именно жизнеописание великого угодника Божия. и пришел к такому заключению, чтобы все эти документы предстали перед нашим Синодом и просить у Священного Синода о канонизации этого великого угодника Божия. С трепетом, с любовью, не помню, билось ли мое сердце тогда в этот момент, когда мои грешные, недостойные руки поднимали великого угодника Божия из земли, для того, чтобы эти останки, эти святые мощи увидели свет Божий и были причислены к лику святых. Да, прошло уже много времени, но народная тропа не заросла. Народ идет этой тропой к этой великой святыне. Его страдания, его любовь к человеку, его пастырское служение, все это наполняет наше сердце, дает нам еще больше и больше сил трудиться в этом благословенном месте. Прекрасные остались его труды, труды, его проповеди, его живое слово. И это живое слово одухотворяет нашу жизнь, нашу душу и наше сердце. Я думаю, что не найдется человека, который бы и в своих молитвах не прибегал к этому великому угоднику Божию. Я хочу сердечно поблагодарить отца Архимандрита Нектария, протеория Михаила из Греции, которые прониклись любовью к святителю и их заботами, их благословением была создана замечательная рака, в которой сейчас покоится наш святитель. Ну, а если уже говорить и надо говорить о нем, как о ученом, о докторе медицины, сколько полезного он сделал в этом направлении. Одна книга «Гнойная хирургия», оставленная на века. И все врачи по сей день пользуются этой книгой. Дорогие братья и сестры, мы по-особому восприняли этого великого угодника Божия, потому что здесь, на этой земле, вступали его стопы. В этом величественном храме он совершал богослужения, он обращался словом к вам, дорогие братья и сестры. Он перед Богом за вас нес ответственность. И там, где он находится сегодня, я уверен, что он поминает всех нас в своих молитвах и в своих просьбах к Богу. Очень мало обращается к святителю медикам. А как нужно? Ведь он в медицине проторил тот путь, по которому должны пройти все доктора медицинской науки, должны пройти все те, которые берутся за скальпель для того, чтобы помочь обездоленному бедному человеку. Желаю вам мира, согласия, добра и любви. А этот фильм, который мы создаем, да поможет нам еще раз и еще раз вспомнить о пройденном пути великого угодника Божия и приобщиться к тому великому наследию, которое он оставил нам. И мы преклоняем колени и сердце наше перед великим образом святителя и угодника Божия. Святителю, отче наш Луко, моли Бога о нас. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря во Свято-Троицком женском монастыре создан музей святителя Луки. Стараниями настоятельницы монастыря Евсевии за короткий срок в музее собраны редкие документы, фотографии, первые издания научных книг. Евгений Казимирович Тум и его супруга Майя Дмитриевна Прозоровская передали в музей личные вещи, хирургические инструменты святителя Луки, которые более 40 лет бережно хранились в семье. Мария Федоровна Резниченко принесла в музей красивую рубашку, вышитую для святителя в 1958 году. Вышивала ну сколько, ну дней 10-15 вышивала я эту рубашку и подарила ему. Он очень хороший человек был. В те годы нам и в голову не могло прийти, что может быть музей, что может быть такая слава после смерти его найдет. Тогда это было невозможно. И только его секретарь, Евгения Павловна Лейкфельд, его секретарь, она говорила, все равно будет музей и все равно его вспомнят и все равно его, Владыку, будут знать. Мне хотелось бы сказать несколько слов о последних 15 годах, которые Владыка Лука провел в Симферополе с 1946 года по 1961 по день своей смерти. Все эти годы моя мама и я мы прожили с ним под одной крышей. Жили мы на улице Курчатова. Раньше это была госпитальная один. Квартира Владыки, если это можно назвать квартирой, состояла из двух комнат. Первая комната это был кабинет, столовая, прием для больных. Из обстановки стол, диван и письменный стол и иконостас с аналоем. вторая комната это спальня, в которой стояла кровать, фанерный шкаф и умывальник. Обычно пишут, читают и говорят о нем как о святителе, о хирурге, обученном. А мне хотелось бы сказать несколько слов о нем как о обыкновенном человеке, о его распорядке дня. вставал он обычно рано утром к 8 часам каждый день независимо от погоды, от времени года, первые годы пешком, последующие годы уже на машине он отправлялся на службу в собор. Возвращившись из собора он завтракал, после этого часа полтора он стоя молился у Аналоя в своем уголочке. После этого он занимался делами церкви, епархии. С 4 до 5 он вел прием больных. На лестнице висела табличка «Прием больных с 4 до 5 для всех бесплатный». И вот в этой же комнате, в этой же своей столовой, за этим же столом он вел прием больных. После этого в течение полчаса он отдыхал, потом опять дела церковные, чтение религиозных книг, чтение газет. Он был в курсе всех событий страны. Вечером он снова готовился, готовил проповедь на следующий день. И 10 часов рабочий день его заканчивался. И так изо дня в день. И особенно цветы. Он мог любоваться цветами бесконечно. И всегда говорил, какое Божье создание эти цветочки. Когда я поступала в институт, нормально, сдала все экзамены, в списках меня не оказалось. Причина одна, не хватило баллов. Ну, нашлись добрые люди, с одной стороны, в кавычках, которые сказали, что кого вы принимаете, это внучка? Папа. Но нашлись и другие, и добрые люди настоящие, которые нам сказали, пришли и сказали, никаких там баллов, все баллов хватает, вас не принимают, потому что вы внучка владыки. Всем известно из книги, из публикации, что дети его тоже подвергали сгонениям, что их исключали из институтов, они тоже пробивались с трудом, но те добились больших успехов. Все три сына его были профессорами, все три сына были в мировой известности ученые. Дедушка никогда ни на что не жаловался, и даже когда в Алушче вечерами мы сидели на веранде, и он диктовал свои воспоминания, Евгений Павлович Лейкфельд, его секретарь, записывал, мы с содроганием слушали то, что он говорил о своем пребывании в лагерях, в тюрьмах, о застенках, которых его пытали. Он говорил со спокойным, ровным, голосом, как будто и так и надо. Бог послал, значит, так нужно было. Он никогда не ошибался в диагнозе. У нас была такая больная, которую она училась в институте, ей поставили диагноз рак грудей и назначили операцию чуть ли не на завтра. Она пришла к владыке, он сказал, никакого рака нету, и с этой больной мы дружили еще оставшиеся все, наверное, 12 или 13 лет. Слава Богу, что все эти вещи, все эти фотографии сохранились, и слава Богу, что они нужны не только нам стали, а нужны они большому количеству людей и верующим, и неверующим, которые приходят в этот музей. И дай Бог, чтобы эта тропа, в этот музей не зарастала долгие-долгие годы. В 59-м году, как я приехал в мае месяце, уже я знал, что владык уже не служил в соборе, а только в своей домовой церкви. Конечно, когда услышали о смерти владыки Луки, весь город, конечно, будоражился. Это что-то творилось неимоверное. Не было такого места, где бы на рынке или в автобусе, или в трамвае, или на улице. И собирались люди и переживали, и сочувствовали о том, что умер такой человек. Потому что очень многие были, как они рассказывали, люди, обязаны ему жизнью. Многих он лечил, многим делал операции. Собрали нас всех, нас очень было мало, всего где-то около 13 священнослужителей. Поставили в кафедральном соборе гроб с владыкой Лукой. И мы по очереди читали над ним Евангелие круглые сутки. Читает один священник час, другой. И так менялись бесконечно. Съехались со всего крымосвященники. Опять очень много было разговоров о том, как его хоронить. Власти предлагали положить в машину и быстренько уехать без всяких, чтобы никто не видел, никто не слышал. Вот. Ну, духовенцы были против. А когда духовенцы стали против, услышали все прихожане. И верующие всего города тоже воспротивились. Вот меня и одного молодого еще диагона Олега, он сейчас протодиаком служит в Запорожье. Вот. Мы сидели, положили все-таки гроб в катафалку, и мы посели с ним по краям и держали терапида над гробом владыки. А что делалось вокруг, это что-то ужасно. Особенно летовал уполномоченный тогда по делам религии. Он вставал впереди, разгонял людей всех, милицию, созвали и говорят, разойдитесь, идите все на кладбище, там будете прощаться. Ну, народ воспротивился, бабушки ложились даже под автобус, говорят, мы сами на руках его понесем. Если некому нести, мы сами понесем. врывались было в катафалку, милиция окружила, никого не пускала, тогда бабушки пошли на хитрость, подпрыгивают, схватают фуражки и кидают в сторону. Уполномоченный встал напротив катафалки, руки развел, говорит, нет, у меня есть приказ только вести катафалку. Вот бабушки подлетели, начали с него и рубашку рвать, галстук сорвали с него. В общем, нечего было делать, он дошел в сторону, видно, с кем-то посовещались и разрешили тело вести медленным ходом и как крестным ходом по главной улице Симферополя и до самого кладбища. Людей было море. Восемь лет назад, когда открывались мощи святителя угодника Божия, вы сказали, теперь мы будем управлять епархией вдвоем, то есть вы под покровительством святителя Луки. И за этот период великие свершения совершились вашим высокопреосвященством при помощи покровительству угодника Божия нашего святителя Луки, покровителя Крыма и Церкви Крымской. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Святитель Григорий Палама говорил, кто повышает свою жизнь в духе, тот подымает сумму добра и красоты в мире, А кто падает, тот понижает собой и вселенную. Победа одного победа всех, поражение одного поражение всех. А если это так, то подвиг святителя Луки, врача и архипастора поднимает весь мир и принадлежит всем нам. Пусть же сердце каждого почувствует радость за возможность знать о подвиге этого человека, нашего современника. Я думаю, что нет такого человека, который бы не прочитал его замечательный труд «Дух, душа и тело», как он в первой главе своей книги именно говорит о сердце. Сердце, оно способное уместить абсолютно все. И, как говорит Священное Писание, что исходят помышления различные и злые, и добрые. И вот, обращая внимание на это сердце, он призывает нас только к добру. Откроем наши сердца, чтобы уместить это добро, чтобы жить именно так, как велит Господь, и жить так, как заповедал нам святитель архиепископ Лука. Вы спросите, Господи, Господи, разве легко быть гонимыми? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем? Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко ли Иго Христова? А я скажу вам, да, да, легко и чрезвычайно легко. А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать сам Христос. Потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его, потому что Он Сам будет поддерживать Тебя, помогать нести это бремя, этот крест. Господи, помилуй, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крагујеве